Я вот в свое время, в 90-е годы, когда мы, как сказать, видели вот эти руины разваленных заводов на Дальнем Востоке, ну я буду рассказать на Дальнем Востоке, вот о чем я говорю, да? Дальнем Востоке, вот примерно вот такая картина была, если мы приходили там банкротившиеся предприятия, их резали на металл, разбирали, примерно это вот так и выглядело. И что я хочу сказать, но меня всегда убивало то, что вот это был, ну так сказать, труд людей до этого, какие-то соцсоревнования они участвовали, в каких-то, каждый шовчик, вот каждый шовчик здесь, это сварен человеком, ему ставили норму, он там обедал, в день он там что-то сколько-то варил, ладно бы это варили автоматы, и как бы было не жалко, а потом это все вот в таком состоянии, и может человек этот уже мертв, может быть, и, а может быть и нет, зачем это вот все было сделано, нафига это все было, я знаю, что ему не платили нормально, я знаю, что он каким-то образом, ну был ущемлен, его там, вот он ходил каждый день на работу, да, вот как вот эти вот, и делал какую-то бессмысленную херню, блин, не знаю, это такое гнетущее впечатление у меня производит, вот, что так жить, в принципе, не стоит, я так думаю. Вот, не знаю, роботы пускай этим занимаются, но особенно в Рашке это было разительно видно, вот этот весь развал, блин, абсолютно не нужно, вот такие, вот точно вот такие вот масштабы, вот этих лестниц, вот этого всего, это все сделали люди, блин, в данном случае это, конечно, остатки корабля, я так понимаю, ну, зарубежные рабочие все это делали непринужденно и весело, с хорошей зарплатой и питанием, но в Рашке все это было совсем не так. Вот, соответственно, я, вот, вот, вот точно такие картины, я ходил по заводам, все это было нахрен брошено, блин, никому не надо, потом это все резали, но не надо свою жизнь вложить, чтобы вот такой вот шовчик сварить, блин, а потом, ну, кто, за ним стоят люди, понимаете, за вот этой всей этой хернёй стоят люди. И, знаешь, какой-то философский смысл в это вкладывать, блин, понимаете? Вот это почему-то сцена, да, она впечатляет, вот эти все руины, там потом устраивали какие-то учения в МЧС, вот точно я по таким же ходил, все это свисает, людей нет, вот этот фильм «Катастрофа», а так все это напоминает, вообще ужас какой-то. Когда темная сцена, надо свет приключать. Вот, все это ржавое, и думаешь, зачем это люди стоили, и вот так стоит постоять, подумать, вот такие же емкости стояли там, допустим, был, или цемент, или песок смешивалось, это кирпичи делать, чего только, блин, не делали. Но все оказалось ненужным и брошенным, и оно действительно было ненужно, нахрена это все было нужно, потому что это все было по плану, по приказу построено. Людям оно нахрен было ненужно, а вот эта коммунистическая партия приказывала, вот такие конструкции постоянно, блин, где там трубопроводы лежат, еще что-то. Приказывала все это делать, естественно, все это было запланировано, запланированная разруха, так и называемая. Так похоже это вот на Мариуполь, Азовсталь, вот куда пришел этот, где был русский мир, куда пришел русский мир, все в таком разрушенном состоянии, бомбардировки, нормальное предприятие по выпуску металла, они просто уничтожили, там сидели в катакомбах, вы знаете, как это называется. Гражданское население скрывалось от их мародерств на третьем, четвертом этаже, и они все пытались достать их вот этими бомбами трехтонными, 122. Вот, хоть предприятие спасло людей, туда они стекались, бомбоубежище. Вот это русский мир, вот он где был или куда приходит, везде вот такое состояние. Ничего с этим, видимо, не сделать. Ну, с ними-то можно что-то сделать, я не говорю, поведение их поменять невозможно.